Детский сад номер 74 поселка Головинка. Его посещают более 300 малышей. Условия прекрасные. Несколько отдельных корпусов, большая ухоженная территория. Ну а теперь удобств стало еще больше после строительства вот этой современной газовой котельной. Раньше, вспоминают, в детском саду приходилось отапливаться по старинке, углем. Все изменилось после обращения к депутату городского собрания Сочи Александру Савастьянову. Депутатская группа во главе с Людмилой Георгиевной Мансуровой, Варильджаном Владимиром Исроповичем и, самое главное, Савастьяновым Александром Игоревичем, помогли нам газифицировать детский сад. Большое спасибо Александру Игоревичу. Он ускорил проект на газификацию. И его бригада быстро, в течение двух месяцев, провела нам газ. Вопрос решился всего за полгода. Теперь и хлопот с отоплением стало меньше, а в самом саду гораздо теплее. Ну а в этом дворе по улице Мостовой, благодаря депутатам 14-го избирательного округа, теперь гораздо веселее. Новая детская площадка с горками, каруселями и качелями стала любимым местом для отдыха у местной детворы и молодых мам. Ну а вот так шумно теперь после урока в школьном дворе. Дети спешат занять место на новой площадке. Спортивный комплекс, долгожданная заасфальтированная дорога и уличное освещение возле школы – все это выполненные депутатам просьбы от жителей поселка. Любые вопросы, которые связаны с жизнедеятельностью вообще людей всех, это и канавы, и там какие-то строения, и материальная помощь кому-то еще. Наши депутаты очень хорошо с нами взаимодействуют и работают. В целом, перечень выполненных наказов весьма объемен. Так, благодаря депутату Александру Савастьянову, в Вардане и Катковой щели была отремонтирована дорога. В Дагомысе газифицирован местный дом культуры. Продолжается депутата в том числе и на собственные средства и работа по благоустройству детских и спортивных площадок, ремонту, оказанию материальной помощи малообеспеченным семьям и инвалидам. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.